Какой он народный автомобиль? У каждого народа он свой. Нам, конечно же, по душе простые и неубиваемые авто, на которых можно и в гипермаркет сгонять, и по грибы съездить. Удивительно, но концепцию Passat B3 вполне себе воплотил Duster. Можно ли рассматривать этот автомобиль к покупке на вторичке и на что надо обратить внимание в процессе эксплуатации? О самом важном в нашем сегодняшнем обзоре на канале «АвтоСтронг-М». Duster – это бюджетный кроссовер, который можно встретить под марками Dacia и Renault. Его начали выпускать в Румынии в 2009 году, а с 2012 года начали продавать под французской маркой. Эти автомобили были собраны на заводе в Москве. Если вам попался Dacia Duster выпуска с 2012 года, то, скорее всего, этот экземпляр везён из Европы и он дизельный. Так что с надёжностью у народного внедорожника. Это достаточно ресурсный агрегат, но, конечно же, всё зависит от владельца и от среды обитания этого автомобиля, потому что Duster очень круто дубасит по бездорожью. Несмотря на бюджетное происхождение Duster, его кузов прекрасно противостоит ржавчине благодаря двойной оцинковке. Поэтому, скорее всего, ржавчиной покроются плохо подготовленные к перекраске элементы, нежели те кузовные элементы, которые покрашены на заводе. Однако ржавчину на кузове всё же стоит поискать. Она появится под именной накладкой на двери багажника. Резиновые уплотнения дверей настолько плотно прилегают к проёмам, что протирают краску в этих местах. Если есть желание защитить всё это, то надо воспользоваться плёнкой для оклейки кузова. При осмотре Duster, покрытого обычной акриловой краской, с пониманием отнеситесь к сколам краски и к помутнению лака. К сожалению, заводской акрил этим грешит, т.е. теряет нарядный вид на солнце и под воздействием камней. Особенно это касается передних крыльев и капота. Также пескострую подвержены и задние выпирающие арки. Ещё одна родовая проблема Duster – это трещины краски на крыше в задней части желобов. Судя по всему, проблему не решили до сих пор. Трещины появляются из-за недостаточной жёсткости кузова. На самом деле они ни на что не влияют, разве что можно поехать к дилеру и потребовать перекраски. На некоторых Duster после мойки или после сильного дождя намокают коврики задних пассажиров. Эта проблема не массовая, но связана с тем, что вода, которая попадает в двери, не стекает сразу по дренажным отверстиям, а попадает на дверные карты. Т.е. вода в салон попадает по стыку между дверью и дверной картой. Можно проклеить дверные карты любым удобным уплотнителем, а самые радикальные Duster добавляют в полость двери плёнку, которая отсекает путь воды к дверной карте. Если до конца придираться к кузову Duster, то к участкам, где протирается краска, можно добавить место под бачком омывателя, также внутреннюю часть капота в местах контакта с резиновым уплотнением, а также направляющие и крепежи фонарей, которые протирают краску до металла. Вот, в принципе, и все придирки к кузову бюджетного кроссовера. Renault Duster первого поколения встречается с четырьмя моторами. Базовых 1,6-литровых моторов – два. До рестайлинга этот автомобиль комплектовался двигателем K4M. Кстати, в нашем плейлисте есть на него подробный обзор. В отношении Duster стоит сказать, что в автомобилях первых лет выпуска по гарантии переуплотняли правую часть клапанной крышки. 1,6-литровый мотор K4M к пробегу в 250 000 км может потребовать серьезного ремонта из-за износа постели распредвалов. Смазка шейк ухудшается из-за того, что масляные каналы забиваются фрагментами противодренажных клапанов оригинальных и неоригинальных масляных фильтров. Вот такой подарок от производителя. Но штатный крохотный фильтр лучше заменить на увеличенный от хороших неоригинальных производителей. Также обратим внимание, если на двигателе Duster, то есть на клапанной крышке, появится вода, либо её следы, либо же вода появится в свечных колодцах, кстати, всё внимание к третьей катушке со стороны маховика, то тогда надо посадить на гермет форсунки стеклоомывателя. Эта вода попадает через их отверстия в капоте. Ещё на этом моторе недолговечный датчик положения коленвала, по причине отказа которого двигатель может просто перестать работать. Ну а если холостые обороты этого двигателя нестабильны, то поищите подсосы воздуха по прокладке дроссельной заслонки. В 2015 году базовым двигателем стал мотор японского происхождения, производство которого также было налажено в Тольятти. Это агрегат H4M. Кстати, мы его тоже разбирали, так что, кому интересно, в наш плейлист. Это отличный двигатель с долговечной цепью ГРМ и фазовращателем. Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет, и это обстоятельство даёт о себе знать к пробегу в 250 тысяч километров или при эксплуатации этого двигателя на газе. Из серийных болячек, связанных с этим двигателем, отметим лишь недолговечную подушку правой опоры и склонную к прогоранию гофру приёмной трубы глушителя. Наиболее популярный двухлитровый атмосферник F4R выпускался компанией Renault с конца 1990-х годов. Эти двигатели для Duster до и после рестайлинга отличаются мощностью. Прибавка в мощности была достигнута изменением степени сжатия. Первоначальные 9,8 увеличили до 11, а это значит, что рестайлинговый Duster не следует эксплуатировать на 92-м бензине. Известны случаи, когда эти на самом деле неприхотливые моторы погибали из-за разрушения перегородок между поршневыми кольцами, а также из-за прогорания клапанов на фоне значительного люфта в их направляющих. Перед этим мотор F4R начинает обильно поджирать масло из-за залегания поршневых колец. В регионах с плохим качеством топлива в ходе капремонта эти моторы переделывают с достижением уменьшенной степени сжатия. Просто ставят поршни от старых F4R. Первые версии этого мотора для Duster при пробеге более 100 тысяч километров огорчали недешевой заменой фазовращателя. Если фазовращатель износился, то он начинал дребезжать после запуска мотора. Также увеличился расход топлива и заметно снижалась мощность. Сегодня фазовращатель стоит 130 долларов, но его замена предполагает вмешательство в привод ГРМ. При больших пробегах на этом моторе могут устать гидрокомпенсаторы, а также появится обильная течь масла из-под легкосплавной клапанной крышки, а также лабиринтного маслоотделителя. Они установлены на герметике. Единственный турбодизель для Duster тоже отличается мощностью 86,90 л.с. до рестайлинга и 109 л.с. после рестайлинга. Первоначальный вариант мотора оснащен топливной системой Delphi – модернизированный Siemens Continental. При условии заправки качественным дизельным топливом компоненты этих систем не потребуют вмешательства до пробега в 200-250 тысяч километров, а может и более. Только в случае с Delphi надо ставить только оригинальный топливный фильтр, который обойдется 22 доллара. Иначе форсунки могут выйти из строя преждевременно. Их можно починить либо поменять на новые. Сейчас они намного дешевле, то есть стоят по 240 долларов за штуку. Форсунки для 110-сильного Duster стоят еще дешевле – по 140 долларов за штуку. Невероятная щедрость. Но этот двигатель оснащен сажевым фильтром и двухмассовым маховиком. Комплект сцепления обойдется в 270 долларов. Мотор 1.5 DCI ресурсный, неприхотливый и экономичный. Просто обслуживайте его вовремя и не забывайте, что в приводе ГРМ зубчатый ремень. Также надо менять огнеупорные шайбы под форсунками раз в 100 тысяч километров. Рено Duster с двухлитровым мотором можно найти и с автоматической коробкой переключения передач. Изначально все двухпедальные Duster были переднеприводные, но затем в гамме появился полноприводный автоматический Duster. В обоих случаях в паре с мотором установлена старая четырехступенчатая автоматическая трансмиссия под обозначением DP2 или DP8. Это потомки не самой удачной DP0. Мы, кстати, ее тоже разбирали, так что айда в наш плейлист. Инженерам чудом удалось продлить ее ресурс. Даже в городской среде до капремонта она ходит до 200 тысяч километров. И нередко этот старый и нерасторопный автомат доживает до 300 тысяч километров. Не забывайте менять в нем масло каждые 80 тысяч километров. Трехпедальные Duster оснащены пятиступенчатыми МКПП JR5 или шестиступенчатыми МКПП TL8. Это хорошие и ресурсные коробки. Пятиступенчатая JR5 не страдает от проблем, как и ее старые версии, но к пробегу в 200 тысяч километров может загудеть выжимной подшипник. Иногда Duster может шокировать водителя тем, что педаль сцепления провалится и не вернется в верхнее положение. Иногда перед этим, после нажатия на педаль сцепления, будет слышен пластиковый скрип. Педаль сцепления и шток, на который она давит, сплошь пластиковые и педаль проваливается из-за того, что с нее соскакивает шток, то есть его крепления обламываются. Можно поменять педаль целиком, а можно смастерить крепление для ушка штока из подручных материалов, шайб, хомутов или пластиковых стяжек. Еще рестайлинговые Duster оснащены демпфером гидравлического привода сцепления. Эта деталь печально известна по другим Renault. И лет через 8-10 эта деталь начнет течь, и педаль сцепления начнет проваливаться и вяло возвращаться. Придется поменять этот демпфер на новый. Заглушить или удалить его не получится. Новый стоит $80. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы рассказать о других особенностях этого автомобиля. Напомним, что в компании «АвтоСтронг» есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы с реальными пробегами в отличном состоянии и продаем с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл – обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Если вы первый раз у нас на канале, то спешим сообщить вам, что у нас 230 обзоров на различные моторы, также более 40 обзоров на коробки переключения передач и очень много полезной информации. Так что обязательно подпишитесь и поищите нужную вам инфу. Ну что, мы на СТО и продолжаем. При покупке и эксплуатации «Дастера» обязательно надо обратить внимание на его карданный вал, а именно на заднюю крестовину. Она откровенно слабая, в ней возникает люфт, что приводит к биениям кардана. Эта вибрация может разрушить подвесной подшипник, а большая выработка в проушинах делает так, что кардан может просто соскочить с задней крестовины. Задняя крестовина страдает от подвижности заднего редуктора, который заметно играет в вертикальной плоскости. Проблема в том, что крестовины карданного вала «Дастер» поменять сложно, так как они закреплены к чернению. То есть вынуть их можно, но как их потом оцентровать? К тому же, проушины кардана тонкие, а это значит, что расточить их под более мощные крестовины практически нельзя. В общем, если кардан «Дастера» залюфтил, то придётся ехать к специалистам. Эта проблема настолько массовая, что многие мастерские предлагают качественный ремонт. Не только заменят крестовины и отбалансируют вал, но и сделают так, что крестовины будут съёмными. Кстати, оригинальный карданный вал для «Дастер» не продаётся, заменитель стоит $420. Хороший повод для торга. За подключение задней оси отвечает электромагнитная муфта. Она служит отлично, не глючит, не перегревается. Полностью ремонтопригодна и устроена просто. Это пакет фрикционов, которые погружены в масло. Фрикционы смыкаются под силой магнита. При исправной муфте во время движения по кругу в режиме полного привода ощущается сопротивление и рывки, и это нормально. А вот если в этом режиме машина легко катится, то значит муфта изношена. Вот смотрите, два проводка. Никакого насоса и блока управления этой муфте не нужны. На полноприводных «Дастер» нередко появляется течь масла из углового редуктора. Запотевания появляются возле оси правого переднего колеса. Не стоит игнорировать эту течь, потому что через сальник может вытечь значительная часть масла. Кстати, здесь два сальника. Один сальник уплотняет промежуточный вал с МКПП, а второй – полость углового редуктора. Внутренний сальник слабенький, его уплотнение может соскочить. Из КПП выльется значительная часть масла, КПП перегреется с посинением шестерён. Также на фоне течи сальника может загудеть подшипник промежуточного вала. Он продаётся отдельно, стоит $50. Подшипники передних ступиц могут загудеть уже при пробеге в 150 000 км. Один ступичный подшипник стоит $30, меняется легко. Обязательно не пожалейте денег на замену масла в МКПП, редукторе и раздатке раз в 100 000 км. Правильно выставьте уровень и залейте подходящее масло, потому что в МКПП и редукторах оно разное. Многие наслышаны о том, что подвеска Duster и всей платформы B0 держит любой удар. Но как это сказывается на её ресурсе? На самом деле детали подвески не очень долговечные. Первые замены уже начинаются при пробеге в 30 000 км. Скорее всего, это будут втулки переднего стабилизатора. Втулка оригинальная стоит $8. Втулки служат плохо оригинальной, поэтому надо отдать предпочтение усиленному неоригиналу, чтобы не менять втулки стабилизатора каждые 30 000 км. Ресурс тяга стабилизатора сильно зависит от условий эксплуатации. То есть ровные дороги им дают возможность пройти по 100 000 км, а вот на ухабах и бездорожье они едва ли служат 30 000 км. При пробеге в 50 000 км на Duster могут запотеть амортизаторы. Естественно, их надо будет поменять на новые. Новые передние по оригиналу стоят по 75 долларов штука. А вот на полноприводных Duster задние амортизаторы могут уже запотеть при пробеге в 30 000 км. Задние амортизаторы по оригиналу стоят по 50 долларов штука. Но лучше отдать предпочтение заменителям известных фирм. Передние рычаги подвески могут попроситься на замену при пробеге в 120 000 км. Оригинальный рычаг в сборе стоит 70 долларов. Также на рынке есть много предложений по неоригинальным рычагам, а также по ремкомплектам. В ремкомплект входят два сайлентблока и одна шаровая опора, которую можно закрепить на трёх винтах. Сайлентблоки задней балки переднеприводных Duster откровенно слабоваты и могут попроситься на замену уже при пробеге в 80 000 км. Симптомы износа не явные, но опасные. То есть подвеска может начать активно подруливать в виражах, что может привести к заносу. Для замены сайлентблоков надо приопускать заднюю балку. Один сайлентблок по оригиналу стоит 10 долларов, но знатоки рекомендуют покупать изделия от неоригинального производителя. Они стоят дешевле и ходят ещё дольше. У полноприводных Duster сзади по три рычага на каждое колесо. Сайлентблоки здесь меняются просто, стоят недорого и ходят долго. Duster – это вполне приличный кроссовер, действительно надёжный автомобиль. Многие его недостатки можно списать на экономию в производстве, но и устранить их своими силами вполне возможно. Не стоит верить слепо во всеядность и неприхотливость двухлитрового рестайлингового мотора. Ему нужны хорошее топливо и масло. Также надо обратить внимание, что некоторые детали шасси слабоваты, но зато стоят недорого. Также помните о слабом кардане в полноприводном версии. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова